...во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышим два Евангелия, и они вроде как друг друга даже заполняют. И вот, смотрите, первое Евангелие говорит нам о том, как к Спасителю принесли на носилках человека параллелизованного. Ну, люди понимают, что это Бог, Сын Божий, Мессия, Которого всех ждут. То, что он просто такой сильный человек, или как сейчас они просто терпят, а более сильное. Так каждый к Спасителю, но к нему принесли. И что Господь говорит? Прощаются тебе грехи твои. И сразу пошло возмущение и шум в народе. Как это? Кто он такой? Это богохульство, это кощунство, и пошли все, 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 что угодно. А Господь говорит, а что легче сказать? Прощаются грехи или возьми в постель свою и ходи? И говорит, возьми, встань, возьми в постель свою и иди домой. А он встал и пошел домой. Параллелизованный. Так вот, в чем суть этого евангельского момента? В том, что мы все хорошо знаем, хорошо понимаем, что наши болезни – это плоды наших грехов. Так? И все мы хотим получить исцеление, не каясь в грехах, не исправляя свою жизнь. Это вот по всей жизни у нас идет. Мы хотим исцеление, но менять себя мы не хотим. То же самое мы видим здесь. Когда Господь простил грехи, кто ты такой, да вообще ты богохульствуешь, когда никто грехи прощать не может, так, поскольку встань иди, о, ура, все хорошо. И слава еще бы вас дали. И вот это вот, откуда, почему народ еще тот, еврейский, так, отнес к спасителям? Потому что дьявол понимает, что болезнь от грехов, поэтому он всем пытается душить какую-то ложную, как сейчас говорят, виртуальную идею о том, что исцелиться можно без исправления грехов, без покаяния. И тогда, когда Господь прощается грехи, сразу попал через нас спасителя, возмутились, все что угодно. Когда исцелились, встанете, и все, отлично, нормально, так должно и быть. Так вот, и это у нас, смотрите, пришел там 1985 год, когда массово у нас были сзади там Кашпировские и прочие, 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 которые стали массово якобы исцелять. И вы все понимали тогда, что надо их прощение греха, но пошли все. Мало того, еще тут со священниками спорили, или что мне доказывали, что это ваша конкуренция, вы боитесь конкуренцию потерять, вы то, вы все, вот, они могут, вы не можете, и так далее, и так далее. Но, хоть бы один человек исцелился бы, хоть бы одной экстрасенсой. Оказывается, таких случаев нет. Если что-то и было подобное, то сумасшествие, то психбольница, то весноватый, то еще что-то. То есть, без последствий или с хорошим последствием ничего не было. Но, в нас сидит, исцели меня, без покаяния. И по сей день это сидит. Я уж не говорю, не буду против сердца, говорю. По сей день, что у нас? Приходим в церковь. Вот у меня там это болит, вот у меня это болезнь напала, вот у меня это несчастье случилось. Вот ты что-то там почитай, ты что-то поколдуй, кому помолиться, пусть кто-то отчитает. Ну, что угодно, молиться-то почитай, кому помолиться, то есть, только бы лишь бы ничего не делать. А вот, в первую очередь, болезни, проблемы, трудности, любые проблемы у нас от чего возникают? От нашего неправильного поведения. На работе от чего? Потому что мы не хотим подчиняться на час, потому что мы себя считаем умнее начальника, мы ленивые. Мы не хотим выполнять указания, приказания, все остальное. У нас проблемы на работе, в семье под тем самым причем, гордыня, я не хочу слушаться, я хочу подчиняться, указан, что гордыня, все спорят. То есть, мы сами составим проблемы, но, когда получается уже несчастье от этих проблем, или болезни, или проблемы по жизни, или какие-то там трудности уже сведет, тяжелые, мы приходим, я уж не говорю, в сердце, ладно, в церковь приходим, и то не хотим напрячься, как священник объясняет, да, это у тебя по этому, я каждому объясняю, причем, как человек онкологии, я объясняю раз подробнейшим образом, откуда берется рак, и как с ним бороться. Так? Но! Бороться взялись, единицы, и штылились. А вот остальные говорят, нет, ты вот в собор у меня, там, что хочешь делай, молись там, молись за меня, но только я напрягаться не хочу, не помочь. То есть, так же, приходят семейные вопросы люди, и то, и все, и пятое, и десятое. Я причину в этом, в этом, в этом, давай меняйся, будет хорошо, счастливы жить будем. Нет, вот ты сделал так, как я хочу, а я напрягаться не хочу, я захоронить ломать не хочу, я мягче не хочу, жертвы ближе к грязи не хочу, ничего не будет. Ну и так далее, другие болячки, какие-то еще чего-то. То есть, мы хотим получить исцеление, но менять себя не хотим. Мы подобны тем самым иудеям, которые, когда Господь прощается грехи, не надо прощать грехи, а исцеление дальнее. Так не бывает, еще раз говорю. И Господь неоднократно говорит, прощается грехи, почему? Потому что Бог никого попало прощал, а тех, кто каялся, тех, кто понимал, тех Бог прощал. Если бы Он прощал тех, кто не каялся, мы смеем бы всех. Но Он смеял бы только единицы, или там десятки, или там сотни, но не тысячи, не миллионы. Потому что те, которые Бог все знает, и кто с покаянием, тем Бог исцеляет. И вот прощается не грехи твои, и человек сразу исцелялся. А народ не хотел, как это так? Как это так? Прощаются. Не надо прощать. Вот исцелить, да? Теперь, а почему грех дает болезнь? Да потому что любой грех – это нарушение святой воли Божией. А Бог есть источник жизни. Поэтому нарушая волю Бога, нарушая волю источника жизни, значит, мы даем смерть, как дьявол. И всякий человек, кто грешит и не раскаивается, у него в душе сидит смерть. И всякий человек, который не хочет понимать, что начало исцеления, избавления, решения проблем с момента исправления, у него проблемы были, есть и будут. А у нас еще сейчас мода. Полоса черная или еще что-нибудь. У меня полоса. Какая полоса? Полоса может быть там, на асфальте сплошная, двойная. Да, может быть, полоса, да. Переедешь – сразу проблема будет. А черная полоса – не бывает. И каждая проблема возникает от каждой конкретной причины. То есть каждое следствие имеет под собой конкретную причину. Это у меня от этого, это по этому, это по этому. А болей по этому. И когда человек понимает, и понимает, что я все застушил, что будет, полосы не будет. А когда полоса, значит, я приглашаю другого хозяина к себе. Дьявола. То есть я отрицаю тем связи, которые причинно-следственные, которые от Бога, в общем-то. Значит, я приглашаю князя тьмы, князя зла. И там не будут проблемы большие. Потому что полоса будет такая, черная, сплошная. До самого ада. Поискни, пока не скажу. Точно так же. Точно так же. Если мы хотим быть здоровыми, а в грехах не каемся, а в церковь нам редко, редко причащаемся, Бог есть источник жизни. Причастие мы соединяемся с Богом. Соединиться с Богом соединяемся с источником жизни. Причем жизнь и здесь, значит, и здоровье. И жизнь и там, значит, вечная жизнь. Поэтому если мы причащаемся, у нас и здесь жизнь прибавляется, здоровье прибавляется. И там будет жизнь вечная. Потому что соединиться с Богом и есть рай, и есть Царство Небесное. Сегодня в другом Евангелии слышал. Силья есть, жизнь вечная, да знают тебя, Единого Истинного Бога, и меня. Его же послал Иисуса Христа. Так? Знают. Что такое знать? Давайте мы Библию читаем вначале. Слова так немножко изумляют. И познал Адам Ева. Конечно, вы догадывались, какой-то там познавал. Но почему слово познал? Почему не познал? А потому что слово познание, еще в древнееврейском языке, означает соединение. Что с объектом познавания, неважно, кто или что. Чтобы что-то познать, надо с ним слиться, соединиться, изучить его. Так вот, познать Бога, поможем только двумя путями. Богом же даст. Путь первый, таинство, то есть причастие в первую очередь, потому что причащаясь, мы соединяемся с Богом, то есть соединяемся с Богом, мы Бога и познаем. И второе, исполняя святую волю Божию. Потому что воля Божия, человек тоже образ и подобие Божия, воля это основа всего. Человек образ и подобие Божий, это образ и подобие наша воля. Поэтому, когда, если там наша воля соответствует святой воле Божией, то есть наша воля добровольно исполняет святую волю Божию, то мы с ней соединяемся, сливаемся добровольно. И мы познаем ее, потому что мы с ней соединяемся. Вот только два момента познать Бога. А сказано, познавание Бога, не познание, а познавание. Бога он познать не может, может только его вечно познавать. Познавание Бога, это есть жизнь вечная, это есть Царство Небесное, это есть рай. И рай начнется здесь, именно в познавании святой воли Божией и в соединении с Богом причастия. Это два основополагающих момента. То есть рай начинается здесь. И еще напомню, мы хотим еще и в этой жизни жить нормально. И в этой жизни жизнь будет нормально. Тогда, когда мы соединяемся с Богом, тогда Бог нам от Бога источник жизни получает, и энергию, и здоровье, и все остальное получает. В этой жизни. Но, соединяясь с Богом, мы соединяемся, мы познаем Бога, мы обретаем жизнь вечную. Исполняя свою волю Божию, мы опять соединяемся с Богом. Познаем свободу Божию. Поэтому, эти два момента, два евангелия, которые мы сегодня слышали, они нам, в общем-то, не то что указывают, можно сказать, бьют нам по нашему неверию. По нашему немаловерию, по нашей нерадивости, и по нашему потребительскому отношению к Богу. Потому что нам дьявол слова веры в такой степени исказил, что веровать в наше понимание значит знать, что Бог есть, и все. Я знаю, что Бог это значит, и любящий. А если еще прищенный, значит, и православный. А веровать, это не знать, что Бог есть, а вот именно искренне исполнять свою волю Божию добровольно, искренне. И иметь с Богом общение, стихи к таинствам, выставить причастие к Собору. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, с одной стороны, мы все знаем, что это крест, а с другой стороны, мы не хотим уникнуть глубоко в суть и смысл креста. Начну с того, что крест, по учению святых отцов, многих причем, еще до сотворения мира, был Господом, что Троица возбегнут в умный крест. И до создания мира Господь знал о грехопадении его, и о том, как он искупит. И Господь Святой Троица, или как он называется в другом слове, предвечный, это совещание в недрах Святой Троицы, конечно, нам нельзя так говорить, но однако, это совещание Святой Троицы о нашем будущем грехопадении и о искуплении. И почему на иконечной Троице изображает все на столе, там, в чаше, или голова, или не голова, обычно, агнес, обращающийся его, или Господь Иисус Христос, в виде благотеста, то есть искупительность жертвы Господа Иисуса Христа, его заклание за нас. То есть крест Бог воздвиг еще до сотворения мира. Я чуть-чуть отступлю, не буду мозги забивать наукой, но даже если хорошо, очень хорошо вникнуть в физику, в пространство, время, материя и гравитации, то видно, что мир сотворен крестом. И в основе мира лежит крест. Но это все в списке, поэтому больше чуть-чуть и больше не будет. Далее, Господь воздет Себя на крест за наши с вами грехи. Я перед Пасхой, в Страстную Пятницу, говорю о том, что это самое страшное наказание, самая сильнейшая пытка, сильнее люди еще не придумали ничего. Ну, когда мы слышим эти слова, освещение, ну подумаешь. Ну, там пока, если можно, выйти, потом зайти. Ведь там у других святых кожу живем сдирали, потом уксусом поливали. Вот это вот пытка, я понимаю, тяжелая, страшная, больная. Так? А что там? Ну, прибили. Ну, да, ну, больно. Ну, поз неудобная. Так? Ну, не такая уж тяжелая кожа. Нет. Я еще раз напомню, что именно в этой позе происходит нарушение кровообращения по малому кругу. То есть кровь пересатрекулирует через легкие, потом она перестает насыщаться кислородом. И человек дышит, 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 а кислород в органит не поступает. И он начинает тихонечку умирать. Начиная с ног, то есть смерть поднимается по ногам, все выше. Сначала ступни умерли, потом до колен умерли, то все выше, выше, смерть поднимается выше, выше. Но, когда человек не получает кислород, так, что происходит? Попробуйте не дышать. Какое-то время вы можете дышать, потом срываешься. Но, когда человек не дышит, это паника, истерика, ужас. И вот это вот самое страшное. Это пострашнее, чем прибить гвоздями. Это пострашнее, чем, представляете, там, какая мошкара, какие мухи, стрельки и все прочее. Так? Все-таки у тебя живет, ест. Везде ест. И ты не можешь на муху прогнать. Тоже пытка. Я уж не говорю про то, каким пыткам Господь был предан. Еще перед крестом, как там его избивали, все остальное. Молчу про это. Я пока что про крест. То есть, мучения и физические, и душевные, это самое страшное, и психические, всякие. Это вот самое страшное. Это посильнее, пострашнее, чем там, а в шкуру стирать, и все остальное. Но это и в области пока что мучений. И еще. Самое главное, самое страшное. Чем у человека меньше грека, тем он легче переносит боль. Это многие, особо врачи, многие заметили. Особо верующие врачи. Хорошо кого заметили. Чем больше греков, тем тяжелее боль приносит. Меньше грека, легче боль приносит. А Господь взял на себя грехи всего человечества, всего земного шара, всех времен и народов. То есть, сколько есть людей, было, есть и будет. Господь взял их и всех нас. И поэтому его пытки, его муки, не сопоставимы с муками двух разбойников. Они разбойники, убийцы и остальное. Но это не сопоставимо. Его мучения и их мучения. Но это из области ощущений. А суть креста в руку. В том, что Господь на крест вознес и искупил наши с вами грехи и страсти. И через крест мы можем быть безстрастными. Через крест мы можем быть безгрешными. Можем, если захотим, конечно. Правда, не очень сильно хотим, но можем. И вот в этом силы креста. Через крест, опять же, была победа на смерть. Еще много-много-много чего. Поэтому я все говорить не буду. Но крест это большая сила. И самое главное. Господь зашел на крест, значит, Он собой осветил крест. Это как Господь, когда крестился в Иордании. Не Он крестился. Он чисто внешний обряд собрел. Так? Крещение, да, крестился. То есть не скажешь, что не крестил. Крестился. Но Он собой осветил воды Иордана. А вода на един на всем земном шаре. Таким образом, Он осветил всю землю. Точно так же Господь зашел на крест. Он осветил собой весь мир. И крест в первую очередь. Поэтому креста боится вся нечистая сила. Я еще раз говорю. Я не зря начал с физики. Потому что в основе Вселенной лежит крест. И в основе много чего лежит крест. Поэтому, зайдя на крест, Господь осветил крест везде и во всем. Мир осветил собой. Опять же. Но крест это еще есть наказание за грехи. То есть мы нагрешили. Не Бог нагрешил. Мы нагрешили. И мы столько нагрешили, что уже не можем понести наказание за грехи. Поэтому наши грехи взял Господь и понес за ним наказание. Но мы грешим дальше. То есть мы опять через крест, то есть через... Господь уже вознесясь, сошел в Дух Святой. То есть Бог дал воскритаясь, дал церковь. Мы исповедуемся кричать. То есть избавляемся от грехов. От греха врага и смерти. И тут же опять грешим. И тут же опять плохо каяемся или не каяемся, или просто называем. Или очень часто приходят люди там... Ну, вот я такой, вот я такая. А я хочу просто такой грех, не могу. Значит, получается мы грех, не хотим с грехом бороться. И естественно, за эти грехи к нам приходит наказание. Потому что мы не раскаемся мне искренне и глубоко. Потому что они нам нравятся, эти грехи. То есть многие, мы понимаем, что это грех, что это хоп, но он нам нравится. Я вроде каюсь, но бросать пока не спешу. И естественно, вот за эти грехи, которые Киркаевич нам не нравится, нам приходит наказание. И наказание это тоже крест. У кого болезни, у кого несчастье, у кого проблемы, у кого дети, у кого внуки. Это тот самый крест, который мы себе воздвигли своими грехами. Чтобы Богу воздвигли, вернее себе воздвигли, но мы не могли. И что-то и все. Поэтому у нас Бог себя в зеркало принес. А здесь маленький, маленький, маленький крест, маленький, болюсень, болюсень. Так и то мы начинаем бобить, унывать, отчаиваться, впадать в депрессию, жаловаться, плакаться, как мне плохо, как мне не везет, почему у меня по жизни черная полоса, или почему у всех хорошо, у меня плохо, хорошо тебе. А еще мне очень часто приходится, что хорошо тебе, то есть нет. Вот ты с Богом, где-то черная, у тебя проблемы какие-то с Богом. А кто нам решает, все остальное будет с Богом? Кто решает? Ну пожалуйста, ходи бы с Богом, будьте с Богом. Ходите в церковь, исповедствовавшись, причащихся, боритесь с страстями, будем с Богом? Нет. Тебе хорошо, не только в плане того, что ты с Богом, и с другим. Вот у кого-то жена хорошая, у кого-то муж хорошим повезло, вот дуре повезло, муж хороший достался. А то, что дура там честно замуж вышла, то, что она мужествует во всем, это никто не видит. А она вот умная будет делать до брака, муж может изменял еще строптивую, прямо настырная, своевольная. Так? Вот почему мне такое умное не видел в семейную жизнь? А вот дуре кому-то повезло. Зависть возникает. От чего? От того, что свой крест нести не хотим. Нет, потому что я получил свои наказания за то, за то, за то, за это. Да будет понятно еще, ой, Господи, слава тебе, чтобы я еще мало наказал. Я больше его заслуживаю. А мы нет. Мы или в уныние, в депрессию впадаем, в отчаяние, в зависть впадаем. Вот почему с другим хорошо? А мне плохо. А, опять же, очень часто, как бывает, у другого, может, в сто раз хуже, но мы этого не видим. Или, может, там в тысячу раз хуже, но он вид не показывает, он не сдается, он борется. Еще в этом еще удовольствии, в больнице. А у меня чуть-чуть плохо. А я все. И завидую ему. Хотел, потому что нам дается столько, сколько мы можем. Больше нашей силы не дается, потому что то, что сверх наших сил Господь взял на крест с собой. А то, что там по силам, в кирпике. И это есть наше иступление, наше грехово, которое мы совершаем уже после крещения, которое мы совершаем в обход Испании. То есть исповедующие доникаются. Это наказание за наши грехи. Естественно, надо крепить. Тем более, грехи, то есть болезнь от чего? Несчастье от чего? Проблема от чего? Во-первых, все проблемы в этой жизни от нашего нехорошего характера. От нашей гордыни, от нашего самомнения, от нашего упрямства, от нашей стративости. От того, что мы себя умнее других считаем. От того, что мы себя умными, сильными, самостоятельными боевыми единицами считаем смерть. А от этого у нас и проблемы. Если бы понимали, что я зависим от того, от того, от того. Там жена зависит от мужа, там в первую очередь. Подчинен от начальника, дети от родителей. Если бы мы это понимали и жили как полагается, а то получается что? Возьмем даже новой семьи. Каждая, допустим, мать требует, чтобы ребенок слушался ее. А потом мать. А мужа слушался, а не хочет. Потому что он муж. Нет, я не знаю, что это не приемлем. А вот я, мать, ты, не буду этого никогда в жизни. Если хочешь, тебя слушай, и слушайся. Когда будет что-то. Точно так же муж. Если он там умнее начальника, а вот я бы для его вместе был, было бы. У него и на работе проблемы, и в семье были проблемы. Хижина была проблемой, и с детьми были проблемы. То, что гордыня, она все рушит. Она везде возникает. Потому что если я умнее других, значит меня все не понимают. Значит возникает конфронтация. Так, а мы все умнее других. Каждая, умнее такие, умные, умные такие все. Поэтому у нас проблемы везде возникают. А другие тоже умные. И вот и пошло, и поднесло. Один у него другого, и никого лучше не хочет. А тут проблемы все. Так вот, это наш крест. На который мы должны внести со смирением. Как Господь встри. А мы хотим сойти со креста, еще другим завидуем. Так, обижаемся, унываем, отчаясь. Да нет, подумаем. Да что у меня эти мучения в этой жизни? Да мелочь против того, что меня воду ждет. Тут чепуха, правильно? Вот воду меня ждет. Да, там уж там будет. Ассалам вечно. Здесь все проходит. Здесь любые проблемы, любые беды, любые трудности. Здесь все решаемо в этой жизни. Даже если решить нельзя, время решит. Время решает. Если мы не можем решить. А что бывает так? Я умный, но я не могу решить. А нет, пойди. Кому кто может решить? И там в церковь, к священнику пойти против. Потому что бывает так. Вернее, не то, что бывает так. А что невозможно человеку, кто возможно больше. И священник может подсказать. Как девушке Бог поможет? А нет, я умный. Так, у меня гордыня. Поэтому я полуныние. Поэтому я не иду никуда. Потому что все плохо. А если бы были мы с Богом, которые не влепали в таких кругах больших, и нам себя Бог помогает. А чтобы истяжелее, чтобы было слышать. И еще о кресте. Я начал с того, что Бог зашел на крест, насосил собой крест. Потому что дьявол Христа боится, как огня. Это сильнейшая сила против нечестной силы. Каждый трепещет, трясется дьявол Христа Господня. А мы, мы верим в суеверие. Там кошка дорога перебежала. Мысли глупые в голову уже лезут. Это на себе не показывает. Ты что на себе не показывает? Сказал, что это там? Стучи по дереву. По дереву стучи. И так далее, и так далее. Я уже не говорю. Через стол, буквы А. Зимой видно, как старатели вам ходят. И так далее. Это что? Это получается, что мы боимся нечистой силы. Значит, мы не прозвем креста. Дальше. Верим в порча, в проклятие, в глаза. Ну, это вообще, я хочу сказать, идиотизм. Дьявол, это что? Это тень. Не более того. Это тень, которая, да, блехует, пугает, угрожает. Девушка может все, что он такой крутой весит себя, но он не может ничего. И если мы его боимся, то есть верим в порча, в проклятие, в глаза. Значит, мы отказываем от Креста, от силы Креста. Если мы отказываем от Бога, от Креста, значит, мы весь будет тень, виртуальность. Мы сами с этим делаем. И мало того, мы своей душой не матеряем. То есть реальную душу, реальную душу, в порчу эту виртуальность. Ее материализуем. Но и в силу. А если бы мы не верили, не боялись бы, он так бы тенью и остался бы. А мы его кормим своими страхами. И доходит, как сказать, до умопомрачения. Приходит, порчу навели. Порчу навели. Ну, а вот не сыпят, а вот не делают. Но не обращай внимания. А мне делают. Я говорю, что я обращаю. А мне делают. Так вот, это тоже получается, что мы отказываем от Креста. Мы не верим. Мы изменяем поступку. Мы изменяем Бога. А Бог нам дал такую великую силу. Силу, которая нас и в этой жизни от всего спасать оберегает. Так и силу, которая нас искупает. Потому что мы в другой раз и покаяться толком не можем. Может быть, Гристина так говорил, а сами понимаете, что мы очень часто уходим из Испании, а глубоко не раскаяемся. Или грех, говорим, понимаешь, что тяжелый, страшный грех. А покаяние, которое хотелось бы, не то. Так вот, а это как раз искупление. Вот это недостатка покаяния. И мы этого образовать не хотим. И мы этого немножко помыться не хотим. Да это жизнь вообще, экзамен куда? Надо не забывать. На экзамене хватит еще, кому-нибудь? Кстати, уже даже сейчас есть такие отличители, которые вызовы, но все. И всегда ей можно задать вопрос, который она не знает. Когда же все билеты вы забрали? Точно так же жизнь. Мы думаем, что мы умные, а ставим у нас билет, который мы не знаем. Естественно, тяжело. Надо понимать, что это экзамен туда. Если жизнь идет, мы не сломались, не пали в уныние, в отчаяние, в депрессию, мы экзамен сдали. Если мы сломались, пали в депрессию, в уныние, в отчаяние, мы двое с ними завалили экзамен. И там будет нам Бог. Поэтому еще раз, крест, это великая сила. Которая не только нас искупила, Бог, на Который искупил нас тогда, но Который нас и сейчас все время искупает, и сейчас нас ограждает, охраняет, оберегает. И к Богу приезжает. Аминь. Сегодня слышали Евангелие о чем? О том, что Господь оставил учеников своих, они плыли по морю, по озеру вернее, там, что он был, и видят спасителя, идущего по волнам. Ну, с одной стороны, да, мы все понимаем, с другой стороны, может быть, а зачем это надо? С другой стороны, мы понимаем, что это Бог, и Бог маловерным, сомневающимся, являет и показывает, что Он Бог, что Он тот Мессия, что Он тот Сын Божий, которого все ждали. Он показывает, являет это. Но, опять же, мы можем, да, Бог и там показал, и там Он не демонстрирует. Это мы можем демонстрировать при своей способности, там еще и что-то. А Бог это совершил не только, чтобы показать, что Он Бог, а потому, что они уж уплыли, или как моряки, вот ушли одни на корабле, вот, и Господь, зная, что будет великий шторм, пришел их спасти. То есть, может быть, они погибли, то есть, может быть, он утонул. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok